здравствуйте уважаемые зрители и подписчики сегодня первый раз выехал на поля посмотреть наши озимые после того как сошел снег ну как видите вот какое состояние озимых принципе выглядит неплохо уже даже пошли в рост он то есть как бы так общее поле такое зелененькое это листва от посадок тут рядом доехал на тракторе на 12 значит меня спрашивают наши подписчики по поводу того как ввести в эксплуатацию залежное поле и в этом же году что-то получить какой-то уже прибыль с него получить какой-то результат получить ну что такое залежное поле ну вот примерно как вот это это у нас поле люцерны с ежой которая убирали много лет сюда пытались подсевать козлятник не знаю что здесь будет скорее всего придется его уже выводить из оборота вот но но выглядит оно будет вот примерно вот так это залежное поле любое залежное поле вопрос выше ниже трава там это уже другой вопрос так вот что с ним делать если оно вам досталось например с весны и вы должны что-то на нем сделать чтобы уже к осени что-то заработать ну конечно по хорошему залежное поле нужно с осени желательно вспахать весной вот эти глыбы вспаханные разбить дискатором или штырями и потом что-то уже сеять но раз у вас так не получилось например у вас осталось такое поле то ну пахать его я бы не советовал потому что вы лишитесь даже то той небольшой влаги которая там есть в этом в этой земле вот как только трактор может зайти в поле вот он кстати сейчас вот я даже пришел для этого проверить принципе вот я наступаю уже здесь трактор будет ездить без колей то есть если бы нужно было бы это поле обрабатывать сейчас можно его обрабатывать это даже хорошо сейчас она будет разделываться то есть земля должна быть такая чтобы орудием она разделывалась вот такое состояние земли она должна быть не сухая но и не сильно мокрая вот это вот надо это уловить свое состояние земли значит что делаем если обрабатываем все весной то чем раньше тем лучше заходим в поле и просто дискуем дискатором проходим например там 30 гектаров прошли дискатором прошли раз прошли два дай бог чтобы в это время не было между вот этими проходами дождей и за два или три раза зависимости какая почва вы разобьете ее достаточно для того чтобы ее использовать потом ну самый рациональный способ если вы хотите потом иметь с этого поля сена например с этих 30 гектаров то самый рациональный способ посеять под покров овес или вика овес вернее под покров века овса посеять многолетние травы то есть вы что делаете если у вас нет специальной селки то вы проходите разбрасывателем удобрений разбрасываете семена многолетних трав по той уже разделанной земле которая сказал разделана она должна быть до состояния ну максимально мелкого чем мельче чем лучше разбрасывайте этим разбрасывателем удобрений многолетние травы конечно у вас не получится точная норма высева вы как правило ее завысите много травы лишней посеете но ничего что же делать если у вас нет селки я подчеркиваю если есть специализированная селка для посева трав то есть это с зт с травяными ящиками или другие специальные селки то конечно используйте селку вот разбросали вот я рассказываю вариант когда нет у вас селки разбросали разбрасывателем удобрений я думаю рюмку такую найти вы сможете везде и потом ничего делать не надо после разбрасывания потом туда же уже селкой всевайте вика овес во время всевания вика овса во время работы баронок которые будут идти за этой селкой с зт или за любой другой селка всегда идут баронки или штрегеля которые закапывают семена вот вот эти разбросанные семена трав у вас достаточно закопаются и их углублять нужно всего лишь на сантиметр а семена овса и вики будут посажены на глубину где-то около четырех трех сантиметров это прекрасно для того чтобы они зашли ну и тут перекреститесь и ждите дождя если в это время выпал дождь все считайте что вам повезло и у вас пойдет расти и вика с овсом и многолетняя трава вика с овсом поспеет у вас если вы посеете ну по норму по погодным условиям средней полосы россии я беру там тульская в область орловская может быть курская вот примерно вот здесь если вы посеете это в не позже чем чем шестое десятое тире мая максимум то уже где-то к августу месяцу у вас будет прекрасный травостой вики овса который вы можете скосить на сено или на сенаж но я бы конечно конечно косил на сенаж если у вас нет планов заготавливать сенаж и у вас нет пресс-подборщика то тогда планируйте убрать овес только на сено дождитесь фазы когда у овса еще не будет выходить колосок скосите его аккуратно скосите потому что у вас же там подпокровная трава растет многолетняя вот аккуратно повыше скосите и вот этот овес у вас пойдет на сено как продукт этого года на сено или сенаж а подпокровные травы уже на следующий год пойдут у вас уже как продуктивное ваше поле для сена в качестве подпокровных трав которые сеять я бы сел смесь то есть я бы посеял там и чтобы был и овсяница и райграсс и ежа и тимофеевка но есть кострец добавьте кострец и вот эти все травы смешайте в равной пропорции вот это будет то что у вас потом пойдет уже на сено вот ну вот это единственный вариант как я вижу сделать продуктивным поле в этот же год но очень много будет зависеть от увлажнения которое получит ваша земля в тот год когда вы это все сделаете это тоже очень такой важный момент поэтому работы я назвал какие а как у вас получится с вашей землей с вашим с вашими природными условиями это вы уже смотрите сами вот ну вот пожалуй такой мой ответ на вопрос нашего подписчика я бы вот сделал именно так проблема конечно с овсяным сеном у вас будет какая что она будет такое сочное и высушить его будет непросто поэтому ловите момент когда у вас там впереди не не меньше семи дней когда будет у вас сухая погода почему я говорю косить тогда когда еще не вышел колость но это самое самое продуктивное состояние этого растения если вы заготавливаете на сенаж то можно дождаться когда уже у вас этот овес выдаст уже зернышки и они будут воскового молочно восковой спелости к тому времени и вика или горох что вы там подсеете вместе с этими травами будет уже тоже в состоянии в таком хорошем для сенажа ну вообще я уже говорил что предпочтительные всем животноводам заготавливать сенаж потому что вы получаете более такой энергетический и правильный корм для своего скота который даст вам реальные и привесы и там такому определенному состоянию на сене вы конечно надо и очень большие не получите ну это понятно ну у кого какие возможности здесь ничего не сделаешь ну вот вот такие мои вам советы и надеюсь я ответил на поставленный вопрос всего вам доброго хороших вам озимых хорошего вам старта посевной компании самое главное здоровья вам любви мира